Вопрос обоим министрам. Как идет процесс реализации совместного заявления от 10 ноября прошлого года, в частности пунктов, касающихся открытия коммуникации? И есть ли все-таки определенные препятствия на пути полной реализации данного заявления? Спасибо. Я уже упомянул, если я начну отвечать на этот вопрос, что мы высоко оцениваем работу трехсторонней группы в составе вице-премьеров трех стран, которые, я сейчас не буду забегать вперед, и за них высказывать какие-то оценки, которые работают весьма продуктивно. И у нас есть все основания полагать, что в ближайшем будущем мы получим первые результаты этой работы. Я тоже, с своей стороны, хотел бы добавить, что работа подготовительного характера, она шла и идет очень интенсивно. Почему? Потому что сегодня было отмечено, что уже шесть заседаний было проведено под агидой руководителей рабочих групп на уровне вице-премьеров. Три из них были физические встречи, три были в формате видеоконференции. Но дополнительно к этому мы должны понимать, что там дополнительно большой объем технической работы. И в рамках данных рабочих групп создано большое количество экспертных подгрупп по разным направлениям, по железнодорожному сообщению, по автомобильному сообщению, по вопросам безопасности и так далее. И эти экспертные группы также осуществляют свою работу и свою деятельность. По той информации, которую мы имеем, по некоторым направлениям прогресса больше, в каких-то направлениях работы идут не с той скоростью, с которой нам бы хотелось этого видеть. Мы понимаем, что на это также влияет внутриполитическая ситуация в Армении. Но при всем при этом хотели бы также напомнить всем, что это важный пункт трехстороннего заявления. И его исполнение будет играть очень позитивную роль и с точки зрения экономических возможностей, и с точки зрения открытия коммуникаций. От этого получит выгоду и не только Азербайджан, и Армения, но и иные страны, регионы. Фактически это один из пунктов соглашения, который с нашей точки зрения делает мирный процесс, процесс урегулирования фактически необратимым. И мы считаем, что этому пункту заявления и его имплементации мы должны все больше внимания уделять. И мы уверены, что в ближайшее время будут конкретные решения, и по каким-то маршрутам мы будем свидетелями начала работы. Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос. Пожалуйста. Владимир Соловьев, газета «Коммерсант». У меня вопрос обоим министрам тоже. Коллега спросила, как, а я хотел бы спросить, когда. Есть ли понимание, когда от обсуждения в трехсторонней группе и на других уровнях темы разблокирования коммуникаций, стороны могут перейти к работе на земле, к конкретным проектам со сметами, сроками и, собственно, маршрутами, по которым я тоже понимаю, пока согласия нет. Спасибо. Я могу сказать конкретно дата, когда сложно сказать. Почему? Потому что, опять-таки, это не что-то, что зависит от одной стороны. Но, как минимум, та подготовительная работа, которая была проделана, я сейчас не хочу конкретно называть какие-то маршруты для того, чтобы не создавать какого-то дополнительного, возможно, напряжения для кого-то, но с учетом результатов мониторинговой группы, которая была отправлена со стороны российских партнеров, данная мониторинговая группа, она провела изучение ситуации по определенным маршрутам и на территории Азербайджанской республики, и на территории Республики Армения. Данная тема была предметом обсуждения. Как минимум, есть очень конкретные маршруты, по которым есть общее понимание, что они являются на первом этапе самыми приоритетными, самыми реально реализуемыми. И, скажем так, мы ждем в ближайшее время подтверждения от армянской стороны их позиций по данному вопросу. Я могу подтвердить то, что сейчас сказал Джихион Азизович. В принципе, если еще не решено, как все это делать, по каким маршрутам, то гадать, когда это состоится, наверное, не очень продуктивно, вопрос решается в комплексе с учетом интересов всех заинтересованных сторон. А это, напомню, не только Армения, Азербайджан, но и Россия, Турция, Иран, как соседние страны, которые тоже, естественно, хотели бы отразить интересы, пакет, баланс интересов всех стран от того региона. Повторю еще раз, по нашей оценке, движение есть очень конкретное и в правильном направлении. Спасибо. Из-за ограниченности времени мы возьмем последний вопрос, с Вашего позволения. Прошу. Агентство Азерта, Челочин Султанова. Я бы хотела задать вопрос господину Лаврову. Россия, как последник в данном вопросе, какие прилагают усилия для того, чтобы получить карты минных полей? И второй вопрос. На днях 9 мая весь мир отметил великую победу над нацизмом. Как Вы относитесь к тому, что в Армении пытаются героизировать нацистов? Спасибо. Что касается карт минных полей, мы в принципе за то, чтобы все вопросы, имеющие гуманитарные значения, а от необезвреженных мин гибнут люди, как Джихион Азидович подчеркнул, решались максимально оперативно и без каких-либо предварительных условий. Имею в виду и возвращение тел погибших, и прояснение судьбы пропавших без вести, возвращение военнопленных и урегулирование проблем, связанных с, как бы принято говорить, материальными остатками войны, в данном случае мины. Мы обсуждали этот вопрос несколько дней назад в Ереване. Мне показалось, у армянского руководства есть понимание необходимости эту проблему решать. Первые предварительные шаги на этом направлении были сделаны. Я о них проинформировал руководство Азербайджана. Рассчитываем, что этот процесс будет существенно ускорен и позволит эту проблему решить полностью. Относительно проявлений неонацизма и попыток героизации нацистов, у нас позиция очень четкая и недвусмысленная. Где бы это ни происходило, мы это решительно осуждаем. Видим особые проблемы в этой связи на территории Европейского Союза и НАТО, особенно в странах Балтии, на Украине, в некоторых других государствах этих структур. И именно Россия является инициатором ежегодной резолюции, которая принимается на Генеральной Ассамблее, о недопустимости героизации нацизма. Кстати, да, и мы рассчитываем, что все, кто за эту резолюцию голосует, а таких подавляющее большинство, будут полностью следовать тем требованиям, которые в этой резолюции содержатся. Кстати, и Азербайджан, и Армения являются соавторами этой резолюции, так что здесь, по-моему, необходимости в каких-то дополнительных разъяснениях не требуется. Я хотел бы по второму вопросу тоже прокомментировать. Абсолютно согласен с тем, что, сказал Сергей Викторович, героизация нацизма, она неприемлема во всех формах ее проявления, но, к сожалению, несмотря на то, что Армения присоединилась к данной резолюции, которая была представлена в Организации Объединенных Наций, на деле мы не видим такого же исполнения положения резолюции. В этой стране существует просто культ Гарри Гинн-НЖД. Этому человеку устанавливаются памятники, его именем называются школы, улицы. Но, к сожалению, форма проявления, ксенофобии, радикального национализма, они в армянском обществе сегодня намного шире, чем только героизация нацизма. В этой стране существует практика героизации международных террористов. Это люди, кого деятельность, жизнедеятельность осуществили террористические акты во многих странах мира, в том числе и в данном регионе. Наиболее явным показателем или свидетельством этому, наверное, особо отличившись, это Монте Мелконян, который сегодня является национальным героем Армении и международным террористам. Но в этой стране мы считаем, что ксенофобия, она имеет разные формы проявления. В феврале 2021 года имел место факт осквернение памятника Холокосту. И не случайно, что в отчете за 2021 год Министерство по делам диаспоры Израиля, Армения, была указана как одна из стран с одним из самых высоких уровней антисемитизма. Последнее проявление нетерпимости – это в апреле текущего года неоднократные акты вандализма против ереванского памятника Махатмы Ганди и, в конечном счете, сожжение памятника Махатмы Ганди. И это всемирно признанный, известный философ, гуманист. И по отношению осквернять его памятник в Армении, мне кажется, показывает, насколько глубоко данная проблема сидит в этом обществе и психологическую составляющую. И мне кажется, что все те люди, которые претендуют на то, чтобы называться или называть себя политическими элитами Армении, они должны, наверное, об этом серьезно задуматься, куда это все идет и к чему может привести. Спасибо за внимание.